Привет всем! Если у вас сейчас нет возможности по разным причинам общения с природой, то проведите со мной эти 7 минут. Сегодняшний мой рассказ не будет столь драматичный, как предыдущий, но все-таки драма будет присутствовать в конце. Однако в другой форме. Мы проведем время в нашем лесопарке, который называется Тайлор Парк. Вы видите, как каждый раз я ищу себе новые места для прогулок, и это все не более чем в 10 километрах от моего дома. Обратите внимание на названия поселков вокруг. Русский, Новый, Церковный, Голландский. На территории парка есть несколько ферм, и там живут люди. Пенсильванский Тайлер Парк в округе Бакс Оленей. Расположен в 55 километрах от центра города Филадельфии, занимая территорию 700 гектаров. Дороги, тропы, объекты парка расположены в лесах и полях. Через весь парк извивается река Нишамени, которая разделяет территорию на несколько участков. В течение часа, пока я находился в парке, заходило солнце, цвет неба менялся несколько раз, и я с удовольствием показываю вам это прекрасное зрелище. Продолжаю свое путешествие по Пенсильвании. Сейчас примерно около 8 часов вечера, и я не приближаюсь к домам. Вы помните, я приблизился к дому, и меня там чуть не приконвечили. Поэтому я сейчас на расстоянии, но я что-то интересное увидел впереди. Сейчас и вы со мной увидите. У меня телефон увеличивает в 20 раз. Сада оленей. Но потому что уже темно, поэтому нет резкости. Сейчас посмотрим. Теперь вы, наверное, понимаете, почему наш округ называется Олени. Бакс Каунти. Стада оленей. А вон дома. Вроде на этих домах нет желтого флага. Но все равно, меня уже вчера научили, что лучше не подходить. Честно говоря, если бы ко мне вот так из леса к моему дому тоже кто-то перся, я бы тоже мог что-то сотворить нехорошее. Правда, интересно. Вот я на таком большом, 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 большом расстоянии. А сейчас я вам напомню, что со мной было вчера. Я был, правда, в другом лесу, в другом парке. И я приблизился там к домам. А там желтый флаг был на доме. Но я 34 года прожил в Америке. Я не знал, что такое этот желтый флаг. И все это закончилось для меня, в общем-то, неплохо. Но могло закончиться плохо. Потому что был кровавый закат. Вот это вот Америка. И я мог быть просто застреленным хозяином этого дома. Вот так надо жить. Вот так надо жить. Деревенька на холме. Правильно. Чтобы, если какие-то там монголы-татары сюда попрут, чтобы было сверху их легче бить. Что же это за флаг? Что же это за флаг? Там на флаге что-то написано. Сейчас посмотрим. Давайте посмотрим. Что написано на флаге? Не могу прощать. Сейчас взял им фото. Написано Don't read on me. Не давите на меня. Это предупреждение о том, что люди хотят, чтобы их оставили в покое. Чтобы жить своей жизнью без вмешательства извне. На флаге Гатстена изображена свернувшаяся гремучая змея, готовая к атаке. Флаг использовался как боевой клич американских колоний в борьбе с британцами. Лозунг подразумевал, что любой, кто планирует наступить на свободу колониальных американцев, получит должный ответ. И вот я, не зная это правило, чуть не получил пулю в лоб. Век живи, век учись. Олени сгруппировались и побежали. Подумали, что я серый волк. На всякий случай они решили от меня уйти подальше. Не буду им мешать. У них сейчас ужин. Пойду себе своей дорогой. Кровавый закат августа. Вчера после моего видео мне позвонили несколько моих друзей американцев и сказали, Сэм, ты лучше к домам не подходи, потому что может для тебя плохо кончиться. Это же Америка. А теперь, как я и обещал, будет драма. Я вам много чего показывал, но я не показывал наш деревенский драматический театр. Вот он. Это уникальная съемка. Это наш деревенский драматический театр. А это домик, где живут актеры. Они уже здесь 300 лет живут. Это театр имени товарища нашего любимого Вильяма Шекспира. А теперь мы посмотрим, какой они спектакль ставят. Очень увлекательное название спектакля. Свет. Это пот. Вот. Спектакль театра Spring Garden Mill называется. Ну, давайте посмотрим теперь все названия. Вот первый спектакль Meteor Shower. Понимаете, да? Переводить вам? По-русски Звездный дождь. Это Дождь метеоров. The Cake. Я думаю, уже все знают в третьем классе учили, что такое The Cake. Это тортик. Вот это интересное название. Dead Man's Cell Phone. Имеется в виду телефон мертвого человека. Cell Phone. Ну, и, конечно же, прекрасный спектакль с 25 августа называется Sweat. И, видите, бутылочка пива. Sweat может переводиться как устрашение. И в конце октября будет прекрасный спектакль под названием Ripcord. Парашютные стропы. И это все в театре, который называется Spring Garden Mill. До 1947 года это была мельница. Since 1947. Excellent. Сейчас я вам покажу, почему так шумно было. Вон актеры уже все спят. Уже театр находится прямо у дороги. Притом, не просто дорога, а это такая скоростная трасса, здесь машины мчатся минимум, минимум 80 км в час. А бывает и 150. Поэтому я бы не хотел быть артистом этого театра и жить в этом доме. Представляете, какой шум днем и ночью. И с другой стороны дороги лес. Вот такой лесной театр деревенский в Пенсильвании у дороги. А в следующем моем видео я расскажу вам интригующую историю про Гатстенфлаг. Пишите, пожалуйста. Надеюсь, вам было интересно. Пока.